салем достар булка штанов миненка штанов reaction арнама кошки льди не стер сегодня у нас будет реакция на видео под названием шоколад казахстанский как это сделано ребята никогда никогда не пробовал этот этот шоколад очень хочу попробовать не знаю когда это случится но я верю что рано или поздно это обязательно произойдет и я вкушу этот вкус надеюсь он будет незабываемым до для меня поэтому давайте уже приступать к просмотру посмотрим как делают этот шоколад прежде чем мы приступим к прохме за то что подписывайтесь на канал кто еще не подписался внизу кнопка проходите прожимаете также подписывайтесь на мой бусти там реакции которых не будет на ю тубе по причине их блокировки по авторским правам реакции на фильмы сериалы и даже на аниме все это на бусте подписывайтесь ну а мы приступаем так шоколад казахстанский кетка шоколад самое любимое лакомство взрослых и детей а плитка казахстанского шоколада сладость полюбившиеся далеко за пределами казахстана а знаете ли вы как его производят сколько человек трудятся над тем чтобы на вашем столе появился шоколадный антидепрессант и зачем кондитеры добавляют состав соевый лицетин процесс изготовления будущей шоколадной плитки начинается в подготовительном цехе сюда в мешках привозят какао бобы основное сырье для производства шоколада закупает сырье в основном в тропических странах здесь при помощи специальной машины какао бобы проходит очистку их очищает от пыли и прочего мусора затем очищенное сырье поступает в накопительный бункер после этого какао бобы обжаривают в обжарочных печах они пробудут около часа от правильной термической обработки зависит качество готового продукта далее бабы подвергается дебактеризации это еще один дополнительный этап очистки затем какао бобы дробят чтобы отделить ядро от оболочки и получить какао крупку аромат обжаренных какао бобов разносится по всему цеху дробленая крупка собирается в специальный бункер откуда поступает на мельнице здесь значит нам как раз таки это кропка нужно дам ядра отсеиваются все понял из кубка измельчается и растирается измельчение происходит в три этапа в результате измельчения и нагревания получается жидкая масса какао тертое проще говоря полуфабрикат для изготовления шоколада какао тертое имеет выраженный горько терпкий вкус что горького какао тертого под большим давлением выжимает какао масло самый ценный продукт для производства шоколада сухой остаток оставшимся после прессования это какао жмых он формируется в большой диск вес одного такого диска 8 килограммов из этого продукта в дальнейшем получат какао порошок который мы используем при выпечке какого тертое поступает короче все идет в оборот да практически безотходное производство только ядра да а ядра походу на выброс идут специальные сборники откуда попадет смеситель для замешивания шоколадной массы на этом этапе кондитеры добавляют в массу все необходимые ингредиенты согласно рецептуре рецептуру шоколада казахстанский держат строжайшем секрете по не составе шоколада есть соевый лицетин в очень малом количестве и это вовсе не чистая соя как думают многие это эмульгатор который снижает вязкость и улучшает текучесть шоколада для измельчения твердых частиц образовавшихся после смешивания шоколадную массу отправляют на пятивалковую мельницу здесь масса тонким слоем накапливается на валы и из полужидкой консистенции становится порошкообразной конвейером масса отправляется на дальнейшую переработку в конш машину для восстановления полужидкой консистенции в массы добавляет какао-масло затем нагревает и тщательно перемешивают этот процесс придаст шоколадной массе вкус и структуру в конш машине смесь может пробыть до 48 часов еще серебряда технология коса далеко не простая то есть тут тут прямо сама процедура сама технология плюс оборудование плюс столько лет да все на все это было потрачено чтобы мы вкусили плитку шоколада всего лишь казалось бы да после шоколадная масса проходит процесс темперирования ли он обеспечивает конечную структуру шоколада немецкая правильно темперированный шоколад имеет блестящую поверхность и хрупкую структуру далее производство продолжается в шоколадном цехе сам самая мне кажется лучший участок это дегустация но по-любому же надо как-то пробу снимать каждый кто входит в производственный цех проходит санитарную обработку руки обуви готовая шоколадная масса поступает на шоколада отливочную линию где проходит процесс формования и охлаждения через 40 минут охлажденная плитка отправляется на завертывание на этом этапе шоколад обязательно проходит контроль качества дегустация шоколад должен быть гладким поработать чем и не должен таять в руках далее лакомство заворачивают фольгу и знаменитую бумажную обертку символикой казахстанского да кстати обертка вообще реально топовая прямо максимально представляет свою страну то есть конства заворачивают фольгу и знаменитую бума вот ну просто красиво ребята еще и золотом все это ладно а где сам этап дегустации пробы неужели все-таки нету этого этапа важную обертку символика казахстанского флага после чего плитку шоколада взвешивают весить она должна не менее 100 граммов весь процесс приготовления шоколада занимает 3-4 дня трудятся над этим порядка 500 человек 3-4 дня рахат 3 3-4 дня серьезно ничего себе это то есть вот эту партию да какая бабов загрузили считаю в автомат но вот в эту машину процесс пошел поехал и только через 34 дня мы собственно сможем попробовать шоколада который был приготовлен из тех какао-бобов ничего себе ну да ребята технология технология но я так понимаю самое главное здесь это рецепт именно вот эти вот консистенция добавок нужная граммов когда который собственный и дают этот вкус потому что оборудование такое может быть у каждой крупной компании да есть при желании закупиться сырьем можно тоже в том же месте где и концерн рахат надеюсь он правильно надеюсь правильно да я сказал так называется а вот именно вот эти вот все тонкие моменты нюансы которые хранятся в таком строжайшем секрете это и есть это и есть шоколад казахстан до опыт опыт многолетний опыт наверное все таки и привел к тому что это шоколад так популярен ну ребят конечно обертка просто шикарнейшая яркая на контрасте символ казахстана до солнца и беркут ничего лишнего и надпись а надпись кстати надпись казахстан или казахстанский так казахстан надпись казахстан но я считаю просто шоколадка это маленькая копия флага по сути дела это же просто флаг блин мне кажется это и есть такой как говорится беспроигрышный вариант блин очень хочу попробовать не знаю когда это случится но опять же верю и надеюсь что когда-нибудь это случится ребят кто хочет прислать мне шоколад я буду очень признателен и благодарен запишу распаковку первое впечатление на пробу я думаю что нибудь интересное получится пишите говорится в социальных сетях в личку не откажусь не откажусь ребята не откажусь ладно до старт на этом всем всем пока спасибо что досмотрели видео до самого до самого конца давайте удачи